Я хочу сказать, что так мало остается артефактов, так мало свидетельств остается, что это замечательное право, которое творили в нашей культуре, что только состоит. Я, например, считаю, что последние куплицы, если бы где-то остались, их нужно бережно сохранять. И дело в том, что есть, там эти предметы нет, а потом вот насколько он развалится, он может восстановиться. Здесь будет точка сборки, здесь есть Цветаевский костер, здесь может быть паломничество, ведь не только Анастасия, то есть Марина Ивановна Цветаева, гениальная поэтесса, ведь Анастасия Ивановна тоже послужила память своими очень светлыми произведениями. Я ее хорошо помню, в 93-м году я читала ее книги, и я думаю, что она сама по себе является яркой личностью, которой можно было бы посвятить какие-то страницы литературной. Я бы советовала, если бы это так возможно, объединить литературные музеи, как у нас в Москве, объединены разные литературные музеи под одной крышей, чтобы друг друга все поддерживали. То, когда была какая-то экскурсия, когда детям рассказывали о русской литературе, чтобы именно вот такая серия экскурсий была, чтобы не было вырвано из контекста, кто-то один вырванный, кто-то забыл. И вот всю семью Цветаева, вот моя невестка, она сделала замечательный спектакль по дневникам детей Цветаева, восстановленный совершенно документальный спектакль «Моя мать Марина Цветаева». Вот он идет, целый год он уже идет, с большим аншлагом, и я посмотрела, с каким интересом молодежь идет на этот спектакль. И там поднимаются разные аспекты, ведь у «Мояны Ивановны» не только была своя семья, вот все мужчины, ее многочисленные романы, естественно, все знают о том, что он, все это разворачивается. У нее же была эта замечательная семья, у нее были необычные романы, но вообще-то совершенно невероятный был отец, которому там была наша страна благодарна. Он построил этот музей, который сейчас называется Илья Кушкина. И вся вот эта культура, это очаг дворянской культуры. Я, собственно говоря, в дворянском собрании уже 25 лет, вот я его проведу, и помогаю им в этой конкурсе, в отличие инвестиции международные. Мы стараемся, чтобы вот этот флаг дворянской культуры, наше, скажем так, визуальное время, время прибыли и время такого щелканья счетчика, и сохранилась какая-то духовность. Ведь, собственно говоря, когда была основная культура, когда был золотой, когда потерялся, кто его сделал? Это именно те самые люди, которые принадлежали к дворянскому обществу. И это была семья.